привет на манеже все те же блогеры вас приветствую приветствует забава блогер и папа сережа блогер там еще блогер мама галя там еще коко блогер а много всяких разных блогеров а забава читает чё ты там читаешь забава а забава читает не вешать нос хвостомарины канал у нас уже 1892 подписчика представляешь здорово то как мы скоро подключим там монетизацию скоро мы будем покупать корм благодаря вот этому телеграм-каналу суперский здоровье ска там тебе вкусняшку купим обязательно ты же блогер ты же ведь прям стараешься нам еще надо научиться на клавиатуре тыкать кнопки будешь будешь тыкать кнопки на клавиатуре писать пластики посты на я горит буду фотографироваться для телеграм-каналов вот я буду делать красивые фотографии да я я по-другому буду делать контент вот сниматься горит буду обязательно все для все для наших подписчиков до забавы ты ты очень популярная собаня ты знаешь об этом нам тебе знаешь сколько народу любит прям переживают спрашивают как там наша за бабушка как они дела слушают прям такая вот задумалась да вот такая вот забавная забава ну что друзья у нас на дворе сегодня 21 сентября красный день календаря суббота всех поздравляем с началом выходных дней погода начинает как сказать ну не портится да но становится прохладно в общем такая вот осень осень наступает обещают что начинаются у нас ближайшее время дожди ну посмотрим дождь это с одной стороны хорошо но слякоть грязь это вот плохо хорошо у нас процентов 70 территории закрыта плиткой остальные то 30 процентов у нас не закрыты и у нас присутствует будут лужи будут грязь собачки будут приходить с мокрыми грязными лапками я думаю что у кого есть питомец тот знает об этом это легко когда пришел одной собачке и помыл лапки на а когда их больше когда в ванной еще и коты находятся это вообще конечно проблематично а хотел еще друзья вам сказать показать значит смотрите у нас вчера проходил прямой эфир прямой эфир проходил в телеграме у меня youtube не запустился прямой эфир к сожалению поэтому мы провели его в телеграм и дело в том что он мне с утра написали в ватсап что не могут посмотреть не в telegram не могут посмотреть прямой эфир вот тыкали на все кнопки на все ссылки и вроде как не открывается вот вот если мы посмотрим этот пост на что трансляция началась вот вот это вот у нас получается что ссылка на саму трансляцию она уже прошла то есть эта ссылка не рабочая это просто ссылка надо было нажимать когда трансляция начиналась вот ниже идет вот эта ссылка эта ссылка на наш youtube канал там трансляции не было но мы ее сохраним мы я ее запишу вот поэтому не путайтесь я пока ссылку на саму трансляцию не скидывал но сама трансляция у нас есть в нашем telegram в нашем канале который называется на кост-тв хвостатое счастье то есть если вы выше подниметесь вот здесь вот есть кост-тв вот он открывается наш канал тут вчерашнее доброе утро за 20 сентября здесь все просто заходите на можете по этой ссылке зайти нажимаете на аватарку на мою и здесь вот стрим от 20 сентября 59 минут здесь и другие наши ролики есть вот есть стоит желтеньким r0037 до r553 это количество начисленных денежек начислены немного вот сразу скажу да вроде бы казалось меньше копейки там но у нас идет монетизация не вот отсюда идет да то есть там деньги поступают не сразу то есть если мы зайдем мы уже здесь заработали сейчас я вам покажу я уже заработал тут двести сорок девять нет сейчас покажу подождите 230 рублей в принципе я не скажу что это много но это больше чем на ну и вот на ну и я бы заработал за это время бы ну рублей 70 вот если учесть что у нас команда которая сейчас занимается развитием помогает мне наши подписчики то есть наши подписчики нас 14 человек собрались кто разбирается во всех этих тонкостях пытается разобраться мы там открываем сундуки участвуем в викторинах различных и зарабатываем вот эти вот деньги вот нас команда 14 человек у кого-то на балансе уже 100 рублей у кого-то на балансе там 50 рублей то есть представляете там ну грубо говоря даже если 10 человек взять вот по 200 рублей это 2000 рублей то есть мы где-то неделю там все вместе пытаемся это все освоить вот то есть подсказываем куда нажимать потому что площадка костовая она вьетнамская вот там есть вьетнамцы есть бразильцы и у них очень сильные сообщества и они зарабатывают там очень такие серьезные приличные деньги вот поэтому ну вот пришли хвостатое счастье пришло и начинает тоже потихоньку в этом разбираться если вы просто подписаны если вы просто зашли на коз тв подписывайтесь пишите комментарии ставите лайки это огромная польза от этого тоже то есть нельзя просто понимаете для администрации площадки будет подозрительно когда просто пришла какая-то команда да и начинает просто выгребать вот эти сундуки и вот эти вот все остальное то есть нужно команда которая действительно смотрит то есть эта площадка она не как не фестиваль с утра до вечера ярмарка не фестиваль раздачи призов за деньги не за за действие нет это в первую очередь площадка видео хостинг здесь в первую очередь надо смотреть публиковать и смотреть ролики то есть она в первую очередь для этого предназначена а для того чтобы привлечь внимание пользователей, администрация делает такие инструменты, как розыгрыш призов, розыгрыш денег. И здесь огромная составляющая, то есть надо помимо того, что как наша команда 14 человек, помимо того, что этой деятельностью заниматься необходимо активность, то есть необходимо количество просмотров. У нас тут всего у меня получается 150 подписчиков где-то. 150, сейчас я покажу. Сейчас я посмотрю. Подтормаживает у меня маленько только. Да, 155 подписчиков. То есть на NUM у нас почти 2000 подписчиков и в день я там при 200 просмотра в день я там получаю до 10 рублей. То есть, представляете, в 10 раз меньше число подписчиков, но заработок в 10 раз больше здесь, грубо говоря. Вот, ладно. Не об этом мы сегодня у нас. Просто доброе утро. мы тут мне уже в двери стучатся. Говорит, отец, пошли, давай, пойдем. В общем, друзья, подписывайтесь на Кост ТВ. Если хотите присоединиться к команде, если у вас есть желание, есть время разбираться в тонкостях, в нюансах, как можно помимо просмотров в Кост ТВ еще зарабатывать, как выигрывать викторины и все остальное, пишите в комментариях в Телеграм. Там наши участники команды увидят ваш комментарий и, если что, добавят вас в команду. В общем, напишите, если вдруг действительно интересно. А еще у нас нам очень не хватает тех, кто владеет португальским и вьетнамским языком. Если у нас есть такие подписчики, это было бы здорово, потому что там в викторинах, когда участвуешь, не всегда удается есть время через переводчик понять вопрос и приходится методом тыка выбирать правильные ответы. А время идет буквально на десятки секунд, на минуты может быть. Вот. Ладно, пойдем. Забава, там у нас уже заждались, уже ждут Даринка. Дарина говорит, отец опять кого-то тут принес, говорит, с кем-то тут. с кем-то тут отец опять. Отец, как обычно. Аааа. Не переслушать уже. Да нет, переслушать. Я ушел. Ты ушел? Да, я ушел. Понятно, мама Галя ушел. Аман, да, карасик, привет, Джина. сейчас, Джина, к тебе будет куча внимания. Кушают, кушают, косточку вкусную прямо и рычат. А Пикуси говорит, я шла-шла и забыла, куда шла. Этот самый. Мышонок, ты что ругаешься, а? А мне вот интересно, ты меня тяпнешь? А? Да ты ладно тебе. Мышонок, мышонок. Карасик, я бы на твоем месте бы не стал рисковать. Вдруг, вдруг это самое будет опасная штука. Так. А то-та, а то-та. слышно кошка за кота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а-та-та-та. А-та-та. шилот это вообще как будто не едала ни разу голодайская собаня кукошница вот какое-то вообще я не знаю это просто аппарат мытельно умывательный сейчас вам надо достать лизон лизон забралась выйти не может лизон давай я тебя достану беги сюда потерялась как говорит отсюда выбраться вот у нас получается что на фурундулил отцу работы прям с утра до вечера чего-нибудь да приходится делать съемки под угрозой по поводу куко куко меня зализывает прям почти что в усмерть вот ложусь спать вроде надо спать ложится а она начинают умывать и и лежит и лежит я под под ее вот эти вот лизоньские движения и засыпаю с утра проснулся уже умытый куко ну ты такая хорошая девочка ну вот ты чересчур хорошее впрочем да невозможность мы сегодня не увидим как бегает быстро шило потому что шило сегодня кушает вот такие вот дела ай митюнька давай иди сюда на иди сюда да не бойся ты ладно друзья вроде всех показал все рассказал про costv рассказал рассказал про телеграм спрашивали нас еще про рекса задавали вопрос как у него дела по поводу рекса могу сказать что у него все без изменений и это в принципе хорошо почему потому что потому что у него нет ухудшений то есть он приехал он был в стрессе ему было тяжело ему было некомфортно он из привычной среды куда-то попал какие-то люди вокруг какие-то собаки ну и он мог просто ну грубо говоря перестать отказ отказ от еды и ну соответственно ухудшение состояния у него нет улучшений конечно да то есть он ну как бы не скажу что он также голова на бок но он кушает он пьет он гуляет себя более менее комфортно чувствует к нам относится с опаской зрение у него конечно подводит то есть руку тянешь к нему и он начинает но уже в последний момент когда понимаете то есть вдруг из ниоткуда появляется перед тобой рука естественно начинаешь отдергиваться поэтому сказать что что-то хуже или лучше не получится вот конечно была какая-то травма скорее всего и из-за того что эта травма случилась у него вот это вот состояние его и характеризуется поэтому у рекса скажу так и неплохо не скажу что все супер отлично да у него просто неплохо ну что могло быть хуже но могло быть и лучше вот такие вот дела вроде все рассказал по планам у нас сегодня обычная работа на костовы идет фестиваль мне надо будет с нашей командой поучаствовать забирать в районе 6 по москве вьетнамские товарищи будут раздавать монеты вот нам надо отгадывать будет викторины на костовая я сейчас грубо говоря немножко увлекся вот этой площадкой поэтому если вдруг мало будет контента знаете что хвостатое счастье хвостатое счастье покоряет вьетнамский видеохостинг так что друзья спасибо огромное за поддержку радует то что вы понимаете ваша поддержка то что вы нас смотрите вы нас поддерживаете в телеграм это дает возможность мне заниматься поиском других каких-то возможностей каких-то вариантов потому что не бывает понимаете не бывает такого ресурса который бы вечно бы работал и работал взять тот же ярус да было просто замечательно когда мы могли не задумываясь заказать корма сразу на неделе две могли поехать в клинику не боясь что там будет операция стоить там 50 тысяч там или 100 тысяч мы знали что мы сможем нам эти деньги придут в ярусе нам люди помогут этим 5 рублевые монетки свои накидают то есть было просто вот супер да сейчас вот это вот возможность телеграм-каналами у нас получается необходимо набрать на канале то есть чтоб канал подключен был надо чтобы на нем было 2000 подписчиков я понимаю что мы не можем как только кинули крички подписывайтесь все на телеграм-канал у нас не получится что раз и за сутки два две тысячи человек пришли нет надо в течение месяца в каждом видео проговаривать что и у нас есть телеграм-канал приходите подпишитесь ну что сегодня кто-то видео посмотрел кто-то посмотрел видео через неделю кто-то через месяц кто-то его вообще не стал смотреть вот и поэтому люди постепенно потихоньку добавляются вот поэтому есть ресурсы но опять же я говорю что телеграм сегодня работает непонятно завтра эту монетизацию возьмут и прекратят могут сделать какое-то другое чтобы у нас не получилось так чтобы мы остались на бабах в это за это время надо искать что-то какие-то другие возможности какие-то другие варианты и поэтому я вот периодически выпадаю из съемок периодически выпадают из создания контента вот у нас есть конечно помощники и в том числе и по контенту и поведению соцсетей но все равно в любом случае основной исходный материал происходит здесь съемка это отсюда идет то есть мне это необходимо снимать поэтому подписывайтесь приходите без вашей поддержки у нас ничего не получится вот все друзья берегите себя берегите хвостиков скоро будет новое видео всем пока пока кстати на коз тв планируют там вот такой момент хочу еще сказать да там есть так викторины они состоят из восьми этапов викторина да то есть нажимаешь первый этап и тебе дают четыре варианта то есть вопрос и четыре варианта ответа ответил правильно неправильно непонятно нажимаешь дальше второй этап и опять четыре варианта ответа нажимаешь третий этап и опять четыре варианта ответа и так может быть 8 ходов, то есть представляете это, ты не понимаешь где ты правильно ответил, а где неправильно и там, вот я спрашивал нам нужно кто-нибудь, кто понимает по-вьетнамски, можно конечно через умную камеру, переводчик и все такое но, когда на вьетнамском написано, на португальском еще как-то более-менее можно что-то понять, да когда написано на вьетнамском, то непонятно вообще, и не запоминаешь потому что с каждый раз то есть проходить эту викторину можно бесконечное число раз, вот но, проблема в том, что каждый раз ответы меняются местами то есть можно было бы, конечно, запомнить поэтому мы начинаем думать что может быть, запоминаем какое-то слово в память может еще что-то вот, то есть когда делимся впечатлениями уже и я хочу там провести викторины, тоже проводить викторины тоже разыгрывать наши косы чтобы привлекать других зрителей других подписчиков из других стран чтобы показывать, рассказывать о хвостатом счастье не в плане даже, чтобы вот заработать а в плане, чтобы привлечь новую аудиторию на тот же youtube в тот же телеграм-канал, чтобы приходили иностранцы потому что иностранная аудитория она дает монетизацию в телеграме и просмотры из-за рубежа они тоже дают монетизацию вот, так вот я хочу ну и когда идет какое-то движение какие-то вот конкурсы и все остальное на канале администрация площадки тоже видит и она становится более лояльна то есть можно получить верификацию что там в дальнейшем возможно будут какие-то рекламные паузы вставки то есть это будет другая уже монетизация но нам необходимо канал увеличить вырастить так скажем чтобы это было не 150 человек а чтобы там было 5 тысяч 10 тысяч подписчиков так вот я хочу сделать вьетнамцы они вот так вот я грубо говоря над нами издеваются то есть они задают свои вопросы и непонятно какой ответ а я хочу сделать викторины с русскими детскими загадками типа висит груша нельзя скушать представляете для вьетнамца он будет очень долго отвечать вот и там будет викторина тоже 8 вопросов и получится что мы просто будем таким образом вносить вот эту вот русскую культуру ну и нашим будет легче отгадать я так думаю вот поэтому приходите регистрируйтесь пишите что в комментариях если вдруг кто-то захочет в команду если вы знаете у нас Лена Вебер Лена из Ивделя она в команде можете к ней обратиться Тамара Ко с нами в команде вот ну многие в общем в комментариях пишите если захотите поучаствовать в таких викторинах если у вас есть время потому что бывает иногда вот сейчас викторины будут сегодня допустим в 6 вечера по Москве по моему по моему да вот поэтому есть такое что надо допустим там полчаса в день потратить вот в определенное время у кого-то может не быть времени у кого-то может не быть каких-то навыков кто-то может быть у кого-то тяжело с языком с пониманием нужны люди кто любит разгадывать какие-то ребусы загадки вот получилось много получилось долго если надо отдельно запишем видео отдельно ответим на ваши вопросы и пообщаемся в телеграме опять так же все друзья у меня метюня аж уснул я вроде бы попрощался но вот вернулся немножко берегите себя берегите хвостиков скоро будет новое видео увидимся всем пока-пока пока 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 пока